Всем привет! Очередное путешествие. Мы уже по Москве. Ездил в Москву с компанией Ларуся. Решил поснимать кафедральный собор храма Христа Спасителя. Находится он по адресу Волхонка, 1517. Циклопическое такое достаточно сооружение. Является коллективным кинотафом, воином русской имперской армии, погибших в войне с Наполеоном. Нашеской кинотаф я вот почитал в Википедии. Это, грубо говоря, от по-греческого могила. Станутся надгробной памятью на месте, которое не содержит останков покойного. Ну, символическая могила. Храм рассчитан на 10 тысяч человек. А если смотреть в плане, храм выглядит как крест. 80 метров шириной. Высота храма с куполом составляет 103 метра. Вот видите, тут я прочитал, что даже на полтора метра выше, чем наш Исаакиевский собор. Роспись внутри храма занимает около 22 квадратных метра. Но, если честно, я там два раза заходил. Кажется, мне показалось, что храм несколько холодный. Такой, ну, в отличие, конечно, от наших питерских, ну, от того же Исаакиевского собора, Казанского. Но это личное мое мнение. Храм уже намоленный, потому что служба там проходила и так далее. Там три алтаря. Главный в честь преображения Господня. В Амалах предела в честь Алексея, Человека Божия и Тихинской иконы Божьей Матери. Церковь священа в августе 1996 года. Идея строительства храма принадлежит генералу Кикикину. Я не буду здесь рассказывать то, что написано в Википедии. Но вот надо, такая отправная точка, что генерал Кикикин высказал мысль о строительстве в Москве храма памятника. Эта идея понравилась Александру Первому. Он подписал высочайший манифест о построении церкви в Москве. Надо отметить, что это было подписано в 1812 году, когда Москва еще лежала в руинах. Было сказано так. Да богословит Всевышний начинание наше. Да совершится оно. Да простоит сей храм многие веки. И да курица в нем перед святым престолом Божьим. Ходило благодарности позднейших родов вместе с любовью и подражанием их делам. При этом был объявлен конкурс на проект. В этом конкурсе участвовали архитекторы Воронихин, знаменитые Кваренги, Стасов. Но победил господин Витберг. Ему было 28 лет. Он даже не был архитектором, он был просто художником. Одновременно был масоном и лютеранином. Говорят, что проект был очень красивый. По сравнению с нынешним храмом был второй большей высотой. Это 240 метров, включал пантеон погибших, колоннаду, 600 колонн из трофейных пушек. Ну и так далее. То есть он был большой. Начали нулевое строительство в 1817 году. Но за первые 7 лет даже не удалось завершить до конца нулевой цикл. Деньги были разворованы, а там было очень много денег, которые давали граждане на строительство, не государственных денег. Это Витберга, который был назначен начальником строительства. Потом его отдали под суд, сослали в Вятку. Все имущество его конфисковано. Потом был второй проект, проект Константина Тона. Второй проект строился конкретно за государственный счет, за казенный. Ну вот это как немножко истории, а вот немного. В 1931 году храм был разрушен, а в 1990 году был установлен закладной камень. И в 1994 году было начато строительство. Военно-промышленный банк вынес первую сумму. Это было 50 миллионов рублей. Ну а потом сколько что стоит, уже никто не знает. Проект нового храма выполнен архитекторами Пасохиным, Тенисовым и различными другими. Здесь, конечно, руку приложил Зураб Сарители. Но храм получился так большой и не совсем, как мне кажется. Но я не могу, у каждого есть свое мнение. Мне кажется, что он не такой теплый. Там находится рак с мощами святителя Филарета Московского. Частицы Иризы Иисуса Христа. Частицы Иризы Благородицы. Апостола Андрея Первозванного. Частицы мощи. Ну и так далее. Много там чего находится. Вот, собственно говоря, больше ничего рассказывать не буду. Все можно посмотреть в Википедии. Много различных статей по этому поводу. Просто посмотрите на вот этот храм. Во всяком случае, когда ты будешь в Москве, ты не сможешь его не увидеть. Он от всех сторон. Со всех сторон виден этот храм. Красивая, прилегающая территория. В общем, большой, огромный, московский. И вокруг широко. Я бы сказал так. Все. Всем пока. Всем привет.